Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Мы находимся в последнем дне святок. Завтра крещенский сочельник, а послезавтра праздник крещения. Мы уже много раз говорили об этом празднике, о разных его гранях, о разных его аспектах. Сегодня мне бы хотелось поговорить в нашей студии не столько о празднике крещения, сколько о таинстве крещения, потому что это таинство, которого сейчас ищут, так же, как и таинство венчания, чаще всего, приходя в церковь. Однако редко кто думает о том, в чем оно заключается и как к нему нужно готовиться. Поговорим о таинстве крещения с нашим гостем, отцом Николаем Зининым. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Ну, нам с вами, как священникам, приходится сталкиваться с непониманием в людях сейчас, зачем нужно к таинству крещения готовиться. Раньше все было так легко. Пришел в храм, заказал услугу, заказал требу, как это лучше по-церковному называется, купил, купил таинство, заказал. Никаких проблем, тебя покрестили или покрестили твоего ребенка. Ты ушел и благополучно живешь с неким амулетиком на шее. Именно такое отношение зачастую у людей к кресту. У тебя, твой ребенок защищен от сглаза, от порчи, защищен от коликов в животе и от ночных кошмаров. И, в общем-то, можно жить спокойно. Сейчас, слава Богу, ситуация меняется. И когда люди приходят и просят совершить над ними таинство крещения, мы говорим «стоп!» надо подготовиться. И вот как минимум две-три встречи должны пройти. Вот давайте вспомним о том, напомним, вернее, нашим телезрителям, вообще в чем заключается таинство крещения. Это таинство «чтобы что?» Это таинство «для чего?» Ну, наверное, если в преддверии мы праздника крещения Господня, то часто еще такой недоуменный вопрос, что Господь-то и сам крестился. То есть, может быть, с этимологией начнем, да, с самого слова «крещение». Потому что в переводе со славянского крещение – это погружение. Поэтому вот Иоанна Крестителя память называли, у нас в народе Иван Купала. То есть вот крещение, купание, погружение в воду – это синемичные процедуры. Господне крещение – это его погружение в Иордан, его взятие грехов народа, грехов людей Божьих, грехов всех людей. Тогда уж напомните немножечко об истории. О самом, да. То есть Иоанн Креститель. Иоанн Креститель погружал людей в Иордане, они исповедовали свои грехи, и через это омовение в Иорданских водах смывали, как бы, так, правообразовательно омывали свои грехи. Но сам Иоанн Креститель говорит, что идет за мной тот, кто сильнее меня, который, потому что я, говорит, погружаю вас в воду, а он будет погружать вас Духом Святым. То есть омывать ваши души уже не водой материальной, но огнем Святого Духа. И когда приходит сам Иисус, Иоанн Креститель отказывается его погружать, говоря, что я не достоин это сделать, но исполняет волю Творца. Но Христос не исповедует своих грехов, у него их нет. Он берет все то, что туда смылось, прообразовательно. И с этого дня несет, по сути, свой крест, грехи людей, чтобы в конце своего земного пути пригвоздить их ко Кресту, распять их, эти грехи. И умертвить грех в своей плоти, как пишет апостол. Мы погружаемся в купель крещения, вот по образу того, конечно, крещения. Но в нашем таинстве уже присутствует измерение Духа, измерение, которое привнес сам Христос. Погружаясь в воду, погружаясь в материю, мы принимаем и Духа Святого в этом таинстве. Поэтому для современного христианина это таинство присоединения церкви, таинство соединения с ней. И в этом плане очень интересна аналогия апостола Павла, который говорит, что церковь — это тело Христа. Принимая крещение таинства, мы становимся частью этого тела, частью самого Христа. Поэтому, конечно, в первую очередь это обязанность, конечно, почетная, но все-таки обязанность. В первую очередь, слава Богу, в нашем Отечестве возрождается, началось возрождение института подготовки к крещению. Это, я думаю, долгий очень процесс, длительный. Очень много недовольных в обществе этим нововведением, как им кажется. Хотя, исторически это было всегда. Всегда церковь старалась подготовить человека для того, чтобы он как можно полнее осознал, к чему он приступает. Но там еще и важный момент, что человек испытывался. То есть не столько даже и готовился, сколько испытывался на предмет быть христианином. То есть, например, если мы перенесемся в апостольские времена, то человек, который готовился к таинству крещения, назывался оглашенный. Это к вопросу о расхожей такой известной фразе, да, что ты ведешь себя как оглашенный, или что ты орешь как оглашенный. Вот, оглашенный — это как раз тот человек, который еще не просвещен светом Христовой веры, еще только готовится на пути к крещению. Так вот, если оглашенный совершал какой-то смертный грех в период подготовки, ну, то есть, например, ну, не знаю, изменял жене или мужу, что-то воровал с рынка, ну, какой-то действительно постыдный поступок совершал, его крещение откладывалось. То есть ты еще не готов быть Христовым, потому что Христов — это тот, кто этого всего себе не позволяет удерживать себя от греха. То есть должна произойти определенная перемена ума. Поэтому крещение — это еще и покаяние, внутреннее покаяние, когда человек меняет вектор своей жизни. К вопросу о том, что большинство, ну, процентов, наверное, 60-70 современных приходящих наших вот соотечественников, и не только к крещению, не готовы менять свою жизнь, не готовы выстраивать вот ее согласные Евангелию. Ну, я вас, батюшку, перебил. Нет, ну, да, я согласен. И вопрос даже в том, что большинство соотечественников приносят своих детей. То есть здесь выбор идет за ребенка. И несмотря на то, что я говорил об осознанности, церковь никогда не отвергала крещение детей. Потому что, как пишет святой Василий Великий, святитель, неизвестно, то есть невозможно вообще понять и приблизиться к Богу вне этого таинства. То есть, с одной стороны, мы должны хоть какой-то уровень осознанности иметь, если человек во взрослом возрасте приступает к этому таинству. С другой стороны, само таинство крещения открывает на многие вопросы человеку глаза, на духовные вопросы. Поэтому здесь, конечно, нужен какой-то баланс. В церкви этот баланс, он по-разному всегда был. Во времена апостольские, все-таки, я думаю, процентов 80-90, это были взрослые люди, кто принимал крещение. А дети составляли какой-то малый процент исключения. И в современном обществе... История говорит, что детей начали крестить с того момента, когда начали принимать крещение целые народы. То есть, когда в своей масте, да. В реке стояли все, отманы. Они, конечно, были и до этого факта крещения детей, но они были достаточно малочисленные. Но в нашем обществе обратный крен, когда у нас, наоборот, процент 80-90 крестит детей в детском возрасте, и только какой-то малый процент приходит к этому осознанно. Я думаю, все-таки православие — это царский путь. Должно быть и то, и то. И если семья не готова идти путем Христа, потому что здесь мы с ребенком не можем спросить, как ты принял крещение, но не ведешь там христианский... Хотя по факту вроде бы кажется, что ребенок и ведет христианский, он же не грешит, он же не изменяет, с рынка не ворует. Так может быть, как бы все нормально? И тут вот помогает, наверное, посмотреть точнее на этот вопрос аналогии апостола Павла. Потому что если церковь — это тело Христа, то недостаточно просто внешне соблюдать приличия. Вообще, тут, конечно, такой тонкий вопрос, глубокий о фарисейском отношении к жизни даже, не то, что к вере. Потому что человек внешне может вот какие-то заповеди вроде как и соблюдать. Потому что основная как-то позиция, что не воровал, не убивал, вроде бы-то по заповедям-то все прохожу, что я, да, христианин. И здесь, конечно, вот эта фарисейская успокоенность внешним каким-то, потому что человек, например, может не оскорблять никого не потому, что у него нету раздражения и гнева по отношению к человеку, а потому что он слишком робкий, чтобы его проявить. Мне понравилось замечание про произведение Николая Васильевича Гоголя «Шинель», что если бы ниже был чином Акаки Акакиевича кто-то, он бы его тоже гнобил. То есть вот это состояние вроде бы смиренное, вроде такое прям униженное, но оно мимо царства. Потому что это тоже гордыня. Вот гениально Николай Васильевич изобразил, какая может быть гордыня в униженном состоянии. И вот это на самом деле страшно, что человек думает, что он самый вообще нижайший, тишайший, а внутри-то все те же страсти, что просто их он не замечает. Они вот так вот выворачиваются в минус, но по сути та же величина. И поэтому я думаю, что вот этой успокоенности не должно быть у христианина. Возникает вопрос, то есть мы объяснили нашим телезрителям сейчас ответили на вопрос, что должно поменяться в ходе крещения, то есть что от него требуется, что это обязанность определенная. То есть чтобы люди понимали, что крещение не для того, чтобы успокоиться, а наоборот, чтобы добавить тревожности в свою жизнь, по сути-то. Как-то это противоречит тому, о чем мы говорили в прошлый раз, тогда поясните. Тревога тогда разного уровня. Да, конечно. Ну вот тревожность для меня в чем-то тоже жизнь. Ведь чем больше жизни, тем по сути больше тревожности. Одно дело, когда вы с матушкой только поженились, другое дело, когда у вас первый ребенок, и совсем другое, когда их уже три. Ну и в чем-то тревожности больше, когда четвертый готовится к выходу в этот свет. Все-таки вот тревога возрастает. Как говорят, маленькие дети – маленькие проблемы, большие дети – большие проблемы. Но при этом и жизнь возрастает, потому что у вас уже там четверо-пятеро становится, и жизни больше. Даже в количественном отношении больше. Ну, мне вот кажется, что тревожность христианина, то есть тревожность, так назовем, со знаком плюс, то есть есть тревожность со знаком минуса, о которой мы говорили с вами в прошлой нашей передаче, о радости, это когда человек стремится все контролировать, стремится на все положить свою руку и сказать «это мое». Ну, это если так совсем обобщенно и грубо, да? То есть он стремится положить руку на свое будущее, он стремится положить руку на свое настоящее. И, собственно говоря, те внутренние конфликты, которые происходят в человеке, это ведь как раз такой внутриличностный конфликт от того, что я не все могу контролировать, не все мне подвластно. И жизнь, она очень часто из-под моей руки, которую я на нее положил, она утекает. То есть я бы хотел контролировать финансы, а не вот раз там человеческий фактор какой-то перемешался и так далее. То есть тревожность вот эта вот со знаком минус. А тревожность христианская со знаком плюс, на мой взгляд, это держание в фокусе внимания Христа и постоянное внутреннее трепетание, боязнь его потерять из виду. То есть вот если мы с вами в одной из наших передач сравнили вот это вот соединение с Богом, как соединение ребенка с родителем, то самое большое горе и самая большая тревога для ребенка это потерять родителей с фокуса внимания. То есть вот мама только ушла в соседнюю комнату, пошла там, условно говоря, на кухню приготовить обед, а ребенок остался в спальне, он начинает кричать, потому что у него есть ощущение, что мама ушла вообще куда-то далеко, навсегда, и что вот ощущение некой покинутости. Вот мне кажется, вот эта тема. А для чего вообще совершается крещение? То есть вот чтобы что? Зачем оно нужно? Почему без него нельзя? Стать членом церкви зачем? Ну да, и приходя вот к этому вопросу, мы понимаем, что христианство, как и любая другая идея в человеческом обществе, она имеет две стороны, теоретическую и практическую. И вот мы можем хорошо подготовить людей теоретически, они прочтут Евангелие, они прочтут Новый Завет, они выучат символ веры, Отче наш, но... И 12-ти томник Анны Золотового. Ну, у них не будет, да, последнее издание, там, 30 с лишним тому хуже. У них не будет практического какого-то наработки. То есть мы тогда приходим к вопросу, а что такое практика церкви? Вот крещение — это таинство, вводящее в жизнь церкви, вводящее, по сути, в практику церкви. Вот это очень интересно. И люди входят в практику церкви, но не делают дальше шагов. И получается, что, ну, ты купил карту фитнес-клуб, но ты туда не ходишь. Стоит вопрос, что ты от этого получишь? Ну, некую защищенность, ну, некое успокоение, ну, некое... Или там, ты купил полис каска, но ты на машине не ездишь. Конечно, твоя машина застрахована. Но ее нет. Но ее нет. Ты ее даже не купил. Поэтому вот чтобы крещение не... Вот вопрос в том, чтобы оно не было полиса масага или каска. Чтобы оно не было бесполезной вещью, которую ты приобрел и положил, и забыл, где она лежит. Чтобы это было центром, наполнением твоей жизни. И тут мы приходим к тому, что основная практика церкви, основная жизнь церкви, пульс церкви, как угодно назовем, это таинство причастия. Вне его невозможно вообще говорить о какой-то здоровой духовной жизни. И продолжая аналогию апостола Павла, что мы части тела Христова, но части тела, они же омываются кровью, тогда только они живут. Если куда-то Христова кровь не попадает, трудно нам говорить о том, является ли это частью Христа или нет. Некроз. Да, или некроз, или там ногти тоже, роговевшие что-то, омертвевшие. Оно, по сути, еще на теле, но уже не живо. Вот. И тут желание-то Бога, понимаете, всегда людям объясняю, что желание Бога наполнить вас жизнью, а не то, чтобы вы как-то худо-бедно до кончины своей тут просуществовали. То есть в этом смысле как раз аналогия со страховым полюсом, наверное, не совсем верна. То есть когда у человека отношение к крещению как к страховому полюсу. То есть машину можно не разбить, но на всякий случай она у меня есть. Ну да. То есть я могу застраховаться, и страхового случая может не возникнуть. Да, так на всякий случай оно лежит. Если что, можно прийти, свечку поставить, молитву прочитать. Ну вот это, опять-таки, не для успокоенности, чтобы это было. Потому что, как вы правильно заметили, человек, приходя ко Христу, понимает, что многие вещи интересные, в кавычках, для современного человека, они для него оказываются закрытыми. И это, конечно, в чем-то добавляет тревоги. Я же должен довериться Богу, что мне и без этого будет радостно. То есть, по сути, Христос дает нам радость и жизнь без суррогатов. То есть, если ты идешь правильным духовным путем, то суррогаты мира тебе потихоньку становятся не нужны. Ну, можно провести такую, как бы аналогию с фильма «Матрица». Что, отключаясь от системы, тебе уже не так интересно, что у тебя на столе там в «Матрице» самой, когда ты понимаешь, что ты подключен. Будет это мясо, или это будет вегетарианская пища. По сути, это просто, ну, часть «Матрица». Поэтому святые отцы, и поэтому подшельники говорят, все тлен. В чем-то у них было такое ощущение мировосприятия. Но при этом было и ощущение радости. Вот то, чего, по сути, наверное, лишен этот фильм. Потому что там, ну, все-таки нет этого измерения. Там есть борьба, там есть сражение, но вот христианство, оно все-таки дает еще вот это измерение радости. Потому что ты понимаешь, что ты можешь от этого быть отключенным и при этом жить. В чем-то, наверное, вот эта радость. И поэтому, приходя к окрещению, отключаясь, по сути, от «Матрицы», люди продолжают жить в ней как в единственном возможном мире. Вот в этом, наверное, печаль. И в этом, наверное... При этом словно бы некая такая катаракта с глаз, да, снята. И ты, ну, то есть, условно говоря, у тебя есть возможность видеть вещи, как они есть. Другой вопрос, ты либо этой возможностью пользуешься, либо не пользуешься, либо ты замечаешь Бога во всем, что тебя окружает, либо не замечаешь. И это, конечно, очень... Это следующий этап разговора, да, разговор о свободе. Но я боюсь, что он будет слишком длинный у нас уже. Ну, может быть, вот сказать несколько слов еще о том, что вот именно про практику церкви, про причастие. Да, да, да. Что у людей может возникнуть ощущение, что я принимаю крещение, и все, вопрос на этом решен. И вопрос моего спасения или в спасении моего ребенка, он решен. Но ведь это только начало пути. И вот все-таки я считаю, что причащаясь, исповедуясь, мы проходим более полноценный путь. Потому что раньше был и такой перегиб, о которых писали святые отцы, там, Василий Великий, Анзел Таус, когда люди ждали до 60, до 70 лет, чтобы потом перед смертью принять крещение. Император Константин Великий принимает крещение перед смертью. То есть вот, чтобы там вот все грехи смылись, и я уже чистый вошел в рай. То есть вот такой подход, чтобы тоже исключить. Все-таки Богу важно, чтобы мы прошли этот путь покаяния, взросления в нем. И Господь все-таки открывает себя, думаю, поэтапно, как-то вот дает себя ощущить полнее, радостнее, живее, в чем-то тревожнее, конечно, но все-таки это радостная такая тревога. То есть поясним для наших телезрителей, так резюмируя немножко, что вообще все таинства, которые есть в церкви, они все нас подводят к причастию. На самом деле. То есть мы крестимся для того, чтобы иметь возможность причащаться. Мы соборуемся, то есть просим у Бога здравия не для того, чтобы к козликам скакать на дачу и собирать в очередной раз свои помидоры. Хотя и это тоже сторона жизни. Но в первую очередь христианин просит здоровья, в том числе для того, чтобы еще иметь возможность и причащаться, и своими руками, и ногами, и ушами, и глазами, иметь возможность прославлять Бога и помогать людям. Человека, мужчину, да, рукополагают священники для того, чтобы он мог совершать это таинство и мог в том числе причащаться и причащать. Венчание, вот интересно, как вы откомментируете? Венчание – это единство мужа и жены во Христе, то есть, опять-таки, в ефористической чаши. То есть, действительно, два человека, в первую очередь, превращаются, если можно так сказать, в малую церковь, которые, с одной стороны, взгляды, которые сфокусированы на Христе, ну, а с другой стороны, недаром же у нас раньше были-то венчальные, крещальные литургии. И все равно, то есть, несмотря на то, что совершается венчание, несмотря на то, что, или крещение, что главными, как будто бы, участниками являются те, кто крестится или венчаются, но к моменту, когда выносится чаша, они становятся все равно равны. Хоть и первыми подходят к чаше, но суть-то как раз в том, чтобы причащаться от общей чаши со всей церковью. Что мы можем сказать в качестве некоего напутствия тем людям, которые думают о принятии крещения? Просто у нас осталось совсем немного времени, и вот я вот думаю, что можно было бы как-то напутствовать. Может быть, нас как раз смотрят те люди, которые думают о крещении своих детей, обращаются, думают обратиться в церковь и так далее. Ну, если мы говорим о крещении, неважно, ребенок это твой или ты сам, то надо понимать, что это в первую очередь путь, конечно. И готовясь к какому-то пути, даже вот командировка или отдых с семьей, или там... Сегодня человек собирает чемоданы, да, готовится как-то к этому. Надо понимать, что христианство это путь, и сам Христос говорит, что он путь. И если есть желание по этому пути пройти, то надо быть готовым, что это будет путь, а не просто короткая встреча. Но, конечно, на этом пути... Ну, нельзя сказать, что это вот только радость, да, потому что когда ты видишь реальность такая, какая она есть, ну, как в фильме «Матрица», это может тебя просто даже, ну, сломить в чем-то, да. Радость в том, что Бог не дает нам увидеть столько, чтобы нас сломило. Вот дает по чуть-чуть каким-то сегментом. Открывает. Пока душа крепчает, взрослеет, она начинает какие-то эти видеть мир таким, какой он есть, и себя в первую очередь. И, конечно, это и тревожно, и страшно где-то, и тяжело, но радостно, потому что это настоящее. Вот пожелать, наверное, чтобы человек мог прийти к этой радости и к настоящей радости. Пожелать настоящего. Спасибо, отец Николай. Наша передача на сегодня заканчивается. Вот такой очень интересный, содержательный, глубокий разговор у нас вышел и о празднике, как будто бы, крещения, но и в то же время как бы не о нем. Но я напомню, что праздник крещения начинается с проповеди Иоанна Крестителя. И именно этому призыву «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», по сути дела, и была посвящена сегодня нашей передаче. Тем, кто думает о крещении, я рекомендую думать о нем глубоко. Те, кто крещены, я рекомендую поразмыслить о своих мотивациях прихода в храм. Храни вас Господь! С праздником вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова